добрый вечер уважаемые телезрители зрители первого образовательного канала были в эфире программа 7 мус я урдобая шахмурат у меня сегодня в гостях знаменитый казахстанский саксофонист жан сакс добрый вечер добро пожаловать очень приятно было здесь с вами встретиться да я приветствую тебя приветствую твой конечно же инструмент ну и сразу такой вот вопрос почему именно этот инструмент почему музыка такая если свободная смелая храбрая знаменитая почему именно саксофон дело в том что саксофон и обладает таким звуком более приближенную к нашему времени он современные универсальные то есть его можно назвать благородным и таким более подходящим к поп-музыке он актуален на сегодняшний день да то есть другим словам он просто актуален поэтому я его саксофон это духовой музыкальный инструмент который принадлежит по принципу звукоизлечения к семейству деревянных хотя никогда из дерева не изготавливался середины 19 века саксофон используется духовом оркестре и гораздо реже симфоническом в 1842 году бельгийский музыкальный мастер адольф сакс изобрел семейство саксофонов он нашел способ устранить расхождение музыкальной интонации сочинителем первого произведения для этого музыкального инструмента стал друг адольфа сакса гектор берлиоз в 1846 году во франции изобретатель получил патент на систему духовых инструментов которые называли саксофоны набрав себе определенную популярность в европе он стал покорять сша основное их семейство состоит из саксофона сопрано альто баритона и тенор саксофона еще один ярчайший представитель семьи это самый большой среди всех контрабасовый саксофон его размер чуть меньше человеческого роста главные условия для успешной и гармоничной игре на этом музыкальном инструменте дыхание кстати если вы решили освоить саксофон то лучше всего начать это с девяти десяти лет интересный факт в мире почти каждый музыкальный инструмент имеет свой цифровой аналог или так называемый сэмбл то есть тембр инструмента просто записывается в память компьютера и потом может использоваться для аранжировки то есть тембр инструмента просто записывается в память компьютера и потом может использоваться для аранжировки так вот саксофон не имеет своего сэмбла который мог бы передать душу инструмента. К слову, его музыка способствует лечению не только души, но и, как выяснилось, астмы и бронхита. Так что слушайте саксофон и не болейте. Я думаю, также интересно нашим зрителям узнать. Конечно, все знают, что есть множество знаменитых исполнителей. Это и джаз, это, конечно, и эстрада. Но есть ли классическая музыка, написанная классическими композиторами для инструмента? Обязательно. Дело в том, что есть такая известная саксофонистка, еще в советское время была известна, Маргарита Шапошникова. Она написала множество концертов для саксофона, пьесы и различные сонаты. Кстати, я тоже исполнял. И я думаю, что она сделала большой вклад для развития игры на саксофоне во всем мире, потому что ее даже знают во всем мире, и в Японии, и в Америке, и во всем мире играет. Да, да, да. Очень хорошо. Хорошо. А кого ты можешь назвать учителем, своим учителем именно в этом деле? Я думаю, что первый преподаватель, который дал мне уроки на саксофоне, он является моим первым учителем. Многому я научился. Но в дальнейшем я начал уже смотреть и интересоваться другими саксофонистами, мировыми звездами, таким как Дэйв Косс, американский саксофонист. Мне очень нравится его манера исполнения, и манера, и его харизма держаться на сцене. Много я для себя это беру, и это интересно получается и в моем исполнении. То есть в данном случае, наверное, именно с этим инструментом, или даже в принципе для музыканта, для развития, для обучения нужно постоянно кого-то слушать, мастеров. Всякие мастера, которого исполнитель находит для себя, является, наверное, уже продолжением обучения, да? Да, абсолютно верно. Вот, а инструмент, так сказать, публики в целом узнаваем, конечно, по таким исполнителям, как Кенниджи, по разным фильмам, по джазовым фильмам, да? Да, да. Разнообразные музыкальные всякие композиции, спектакли. И, конечно, создается определенный стереотип, что инструмент, наверное, только для определенного направления. А вот можно ли использовать подобный инструмент для, так сказать, таких светлых, высоких идей, как патриотизм? Да, абсолютно совершенно с вами согласен. И была ли практика? Практика была в том плане, что полтора года назад я сочинил композицию и песню на саксофоне, и также в этой песне использовались, естественно, слова про нашу столицу. Песня так и называется «Мой город». И я не стал называть «Моя столица» или «Астана», потому что, ну, как бы так слишком банально я не звучала. И для него я снял клип, где ясно показано, что речь идет об «Астане». Но так как песня называется «Мой город», можно петь любому городу. «Ускеный горш», «Шимкент» и так далее. «Мой город». Каждому. То есть каждый может для себя. Песня для народа. Да, для народа, конечно. А теперь мне хочется узнать по подаче этого инструмента. Конечно, опять же, первое в голову приходит, это, конечно, оркестр, это джаз-бенд, это сольное исполнение. А вот использование синтезов с какими-нибудь другими жанрами, то есть не привлечение инструментов, каких-нибудь новых средств выражения. Был ли такой опыт или есть ли такой опыт на сегодняшний день? На саксофоне я выражаю свои эмоции на сцене, привлекая к этому еще и танцоров, чтобы на сцене было интересно, чтобы публика видела шоу. Для этого я также не стою на месте, я заучиваю танцы вместе с танцорами. Такая музыкальная, танцевальная композиция. Конечно, и она даже больше, чем музыкальная. То есть это что-то даже такое театрализованное, шоу, элемент шоу, да? Элементы больше хореографические, шоу, зажигательность. То есть мы делаем синхронные движения вместе в тех местах, где я уже не играю. То есть проигрыш. Я постоянно стараюсь на концертах, на площадках привлекать танцоров. И для этого я не трачу ни времени, ни своих нервов, ни денег. Все только для того, чтобы людям подарить позитив, радость. И что-то новое привлекаю в Казахстане. Я нахожу в этом некую эксклюзивность, потому что, может быть, кто-то играет на саксофоне, и сзади кто-то потанцует. Однако тут при исполнении саксофона, саксофон играет казахскую музыку. И я думаю, таких аналогов пока не встречал, слушайте. И только ты на сегодняшний день делаешь подобное. Спасибо, что вы заметили. В Казахстане очень много кто играет на саксофоне. Ну да, популярный очень инструмент. Да, популярный. И играет разные казахские композиции, в том числе и камажай. Камажай в моем исполнении произвел впечатление на нашу публику тем, что она совместила себе на танцевальную электронную музыку с казахским народным именно мотивом камажай. То есть доступно. Камажай в этой новой форме стал доступен и молодежи, и, в принципе, слушателю, который сейчас искушен и, так сказать, избалован современными... Ну, общественными, да, совершенно верно. То есть на разные поколения, и более взрослые, и молодежь. Такой вот несколько традиционный мой вопрос. Какими качествами нужно обладать, чтобы работать с таким инструментом? Безусловно, это огромная ответственность. Но что еще нужно для того, чтобы быть мастером, исполнителем именно на этом инструменте, на саксофоне? Думаю, что на этом инструменте нужно уметь передать свои ощущения внутри, обладать харизмой, быть обязательно шоуменом. Потому что, как вы знаете... Это неотъемлемая часть, да? Это неотъемлемая часть, да. Причем это должно замечено быть и в одежде, в поведении на сцене. В образе. Как я уже говорил, я стараюсь еще и двигаться с саксофоном. Это, в принципе, не всегда легко, потому что, когда ты прыгаешь, а я люблю прыгать на сцене, дыхание сбивается, а это еще может повлиять на интонацию звука. Но чтобы все было стройно, и звуки были чистыми, нужно уметь себя подать и дыхание свое в норму ввести. Потому что, когда прыгаешь, вы знаете, да? Ну да, конечно. При всех правилах, так сказать, образа, нужно оставаться все-таки профессионалом. Первое, с саксофонистом, а не саксофонистом, который танцует. Не танцором, который играет на саксофоне, а именно саксофоном, который еще и танцует. Который умеет еще и танцовать. Ну и в дальнейшем, возможно, как ты сам сегодня сказал, еще и петь. Да, абсолютно верно. Я думаю, у твоего зрителя ожидает очень много интересных событий на твоих концертах. Совершенно верно. Ну, я очень рад, что ты сегодня у нас в гостях. Я желаю тебе огромных творческих успехов. Ну и напоследок, конечно же, хочется услышать твое исполнение на твоем инструменте для зрителей твоих. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok